Все, можно начинать. Ну вот, значит, тема моего доклада – это о продрагедейской системе терминов, обозначающих братьев и сестер. То есть это, ну вот, диссертации, которая была в прошлом году, как бы попытка перейти от семантической типологии к какой-то попытке восстановить то, что было в райзаковом состоянии. Таким, я тогда очень рада с коментариями. Просто про все мои слова, какие-то, ну, что-то, что не нравится. Значит, братьевские языки, как вот здесь показываются на экране, у нас в основном расположены на юге и ниге, но вот насколько по сравнению с тем, как мы видим, Женя, это не север, вот здесь, а на северный метр, а в центральном бреведейском, ну вот здесь Куруп Малка тоже, на севере, а через восточную часть. В центральном бреведейском, гальманский, дальше перелоги, на самом деле, южный бреведейский, но немножко на шевелом. Аня, если можно, поближе к микрофону, потому что не очень хорошо слышно. Слышно? А, хорошо, я попробую. Вот, сейчас гораздо лучше слышно. Вот, значит, в диссертации была посвящена семантическим переходам в терминах родства в бреведейских языках. И, соответственно, вот в том числе я строила вот такие вот картинки, в которых показываются основные термины родства. И, помимо типологии, делались вот такие вот представления о том, как выглядят семантические переходы, и как развивались значения, ну, соответственно, в разных бреведейских языках. Здесь вот, просто для примера, граф семантического перехода, значение старшего сестра на основе тех переходов, которые сейчас описаны в нашей базе данных ДАТСУШИ. Наверное, все про нее знают, если, ну, если что, я могу по-другому рассказать. Очень вот здесь, если вы обратите внимание, часть переходов на направленные, часть нет. Пронаправленные мы знаем то, что... Пронаправленные это, в основном, это на основе данных о полисемии в словарях, ну, и о какой-то символической деривации, об эволюции там, где это возможно. Вот термины, там, где направленные стрелочки, это про такие переходы, которые, скорее, относятся к использованию терминовства в речи, использованию как обращение, использованию как какой-то термин, нежный термин, например, как старшая сестра, используется для обращения к младшему, к ребенку, к младшей сестре. И такие случаи тоже могут быть зафиксированы в словарях как отдельное значение, просто потому что так составитель в словарях прописал. Вот, а, соответственно, есть термин, есть символические переходы, которые относятся к случаям совмещения значений, к синкретизму, как в рамках одного языка, так и в когнатах. То есть, например, значение старшей сестра может быть в одном языке слово, обозначающее старшей сестра, может быть в одном языке, там, не знаю, означает старший брат одновременно, а в другом – отец или даже дедушка. И вот это вот случай именно связанный с ревидийскими языками, что может нам тоже говорить что-то о более раннем состоянии. Возможно, это классификаторный термин, обозначавший когда-то группу старших родственников. По крайней мере, это то, что есть сейчас в словарях, что мы можем видеть в когнатах. То же самое, вот, например, для младшего брата. Здесь тоже есть обращение, как бы накладывание семейной системы на социум, обращение к кому-то, младше или старше. И это тоже зафиксировано в словарях. А может быть, это, например, связь младшего брата с параллельным кузеном, что говорит нам о типе системы терминфродства. А может быть, вот, совмещение с значениями сын и друг, что тоже встречается. Вот, или какие-то более редкие случаи, как вот там, медведь, например. Ну, что-то такое, связанное со статусом. Но я сейчас просто хотел, как бы, дать общую картинку. А на самом деле, целями данной презентации является рассмотрение подсистемы терминфродства, обозначающих братьев и стер в разных английских языках. Вот мы будем смотреть вот эти языки, в основном, ну, вот, стараясь захватить все основные подгруппы. Здесь 18 языков и немного данных, и будет привлекаться по этимологическому словарю Барро Мино. А параформы приводятся по базе данной лидерийской этимологии из Старлинга. Ну, также частично по Крешнамуте. То есть, как вот, с чего, как бы, начинался, как бы, анализ этих, этих подсистем. С одной стороны, у нас в Старлинге есть реконструкции практически всех имеющихся форм, назначающих братьев и сестер, и, может быть, ничего больше делать уже нам и не нужно. То есть, мы можем вот подставить в схему системы родства те формы, которые устанавливаются в Старлинге, и решить, что это уже, как бы, все, и больше нам ничего не нужно, что мы уже все установили. Вот, и вначале, как бы, это казалось, что так это и есть, но единственная проблема, что некоторые значения, такие, как, например, Старшая сестра, выражаются, как бы, несколькими, имеют несколько реконструкций, конкурирующих между собой. То же самое, например, Младший брат, вот здесь вот, Янга Брада. И непонятно, какая из них, на самом деле, была, какая из них была в парадридийском состоянии, а, как бы, откуда появились другие, непонятно. И, кроме того, непонятные позиции, то есть, то, что у нас здесь есть такая красивая таблица, схема, может быть, это, на самом деле, было и не так в парадридийском состоянии. Соответственно, вот, как бы, можно предположить, что основу парадридийской системы, вот, я составляю формы, я его дальше называю юно-гидийским квадратом, вот, может быть, наоборот, какие-то классификаторные названия, а может быть, какие-то тоже другие, то есть, здесь, возможно, совсем самые разные варианты, вот, я подробнее расскажу потом позднее. То есть, ну, можно сказать пару слов о системе дравидийских терминовых родства, просто чтобы тоже как-то представлять себе антропологический контекст. В антропологии существует такой термин, дравидийская система родства, что, на самом деле, немножко путает, потому что оно не связано с названием языков, то есть, этот дравидийский термин фаста является подтипом бифуркативно-линейного типа, бифуркативно-сливающегося. И они названы так только потому, что первый раз были антропологами встречены в дравидийских языках, после этого они встречались в иракетских, этот же тип называется иракетским, и, на самом деле, как бы это название, ну, не очень, то есть, только запутывает, а важно, что является, что основой такой типологии является группировка мужских родственников калатуральных линий родства в поколении родителей, то есть, соближение, разделение, разделение дяди по отцу и по матери, бифуркация, и сближение отца и его, соответственно, дядя сторона отца, его сиблинга, это сливающий, получается, бифуркативно-сливающий тип. Вот, и лексически это проявляется вот в таких некоторых параметрах, что тоже просто, чтобы, как бы, не представление об этом, вот, но для сиблингов здесь важно то, что разделяется значимость относительно возраста сиблингов, как, например, старший и младший брат Аннан и Тамби в дамильском, и старшая и младшая сестра Акалит Ангей, и сближение параллельных кузенов и сиблингов. За сближением параллельных кузенов и сиблингов можно было бы проследить, но, единственное, что для этого мало данных в словарях. Там, где возможно, это указывается, но где нет, то уже не может. Вот. А посмотрим сначала на южно-дравидийскую систему, и будем стараться двигаться с юга на север. Значит, в южно-дравидийском, в таминском языке очень красивая такая квадратная картина. Здесь есть Акаль, старшая сестра, которая возводится к параллельскому Ак, и Тангей, младшая сестра, возводится к параллельскому Анде. Аннан, старший брат, и Тамби, младший брат. Соответственно, южно-дравидийская группа ведет себя достаточно однородно в этом смысле. То есть вот в указанных языках Малая, Мканада, Ирула и малых языках. Вот Малая, Мканада, литературные языки, Ирула, Бады, Гатулы. Малые языки, в них рефлексы про формы достаточно похожи. То есть вот как Акказ, с некоторым вариантом, долгое, краткое на конце. Тамби, Тамбан, где Анн, это просто показатель деятеля мужского рода. То есть отличаются незначительно. Соответственно, можно восстановить для них вот такую вот проюжно-дравидийскую картину, которая тоже такая простая, как бы непонятная. И других значений практически нет никаких других форм. Если мы посмотрим на Телугу, продвигаясь немножко на север, то Телугу относится к юго-восточной группе, и он ведется немножко отдельным образом. Здесь тоже есть Рексема Акка, старшая сестра. Есть Анна, старший брат, но уже младшая сестра отличается. Есть другой корень, Челеллю или Челли, что возводится к продравидейскому корню Челль, друг и компаньон. И младший брат остается таким же, Тамуду. Ну, как бы, конечно, здесь есть много, вот здесь вот на картине, на слайде представлено много других выражений этого же значения. Я имею в виду именно основные, которые как бы больше, которые используются, а не вот большое количество метафорических, которые тоже здесь приведены. Таким образом, в Телугу мы можем говорить, вероятно, о таких форумах, как про Телугу. Анна, старший брат, Тамби, младший брат, Акка, старшая сестра, Челль, младшая сестра. В гандванской группе, группа малых языков, которые находятся в том числе под влиянием Телугу и соседнего инорисского языка Ория, есть много заимственных элементов. То есть здесь мы видим тоже некоторые похожие, такие как Анги и Танги, младшая сестра, но уже прям почти сразу мы видим заимственные. То есть здесь смещаются показатели на Баи, старшая сестра, Дада, старший брат и так далее. То есть если ввести, соответственно, в языках Манды, Пену, то есть вся дравидийские корни, младшая сестра и друг, корни, которые экстрируются как друг. Но много заимствованных из индорийских языков, как нано, например, Волея. И я старалась как-то найти источник заимствования. Но вот здесь таблицы, они более-менее все показаны. В основном это заимствование из индорийских языков, которые как Баи, брат, или старшая сестра, причем и старший брат, нано, старший родственник в индорийских языках. Есть вот здесь в центре формы, которые становятся как прадравидийские, а есть вот неизвестные, то есть то, что мне не удалось реконструировать, я думаю, что может быть, ну вот поскольку я человек неопытный в реконструкции, может быть я просто что-то не смогла сделать, может быть это связано с языками Мунда, которые там рядом тоже есть, и которые тоже как-то могли влиять. То есть вот это вот очень интересный и непонятный кусок. А дальше мы переходим к центральной ревдийской группе. Калами парджи гадаба. Я боюсь, чтобы время, давайте я чуть-чуть быстрее посмотрю, то здесь у нас есть тоже такое количество прадравидийских корней, но других. То есть у нас здесь, ну вот здесь есть Аккабаи, тоже из Акка, потом здесь есть Добаи, старшаяся стране, это позиция старшества. Есть Торндаль, младший старец, того же корня Тор, друг и младший брат. Прадравидийский он. Но дальше очень много заимствований из андарийских, вот Дадак, например, Баи, то же самое, тоже в Гадаба, тоже Како, из андарийских корень. Челель, встречается прадравидийский, и так далее. То есть такое как бы наложение двух систем. Парджи, то же самое, Чаляль, это тоже к тому же корень Чель, сестра компаньон, то Лед, и вот можно вот так вот такую картинку выстроить, что у нас есть много заимствований из андарийских, но в то же время сохраняются некоторые корни, причем другие, то есть не корень, как Анг, младший старый, его здесь нету в принципе, а корень, вот Чель, причем без оппозиции старшества. Перейдя к севернодорийским языкам, посмотрим на язык Маута. Большинство носителей его владеют также тенгальским языком и сантали, то есть возможное влияние андарийских и языков Мунда. Здесь у нас есть бои, которые восходят старше сестра к андарийскому корню, то же самое боя, а до непонятного происхождения младший брат или сестра, который употребляется с показателями неотчуждаемой принадлежности, и ну, у нее нежное название сына или младшего брата. Тоже интересная форма. В круг значения также выражаются заимствованиями, в том числе и сарийскими, опять то же самое Мхайя, младшая сестра, Мхайя с братом. И также используются термины с показателями неотчуждаемой принадлежности, такие как Йенгдай, моя старшая сестра, Нингдай, ваша старшая сестра. Здесь трехчленное представление. Мой, твой и ваш. То есть первое, второе, третье лицо. И эти показатели, показатели обязательные, то есть вот да, как дочь, не встречается никак, кроме как с показателями неотчуждаемой принадлежности. Именно неотвоя дочь, Тангда, его и ее дочь и так далее. И вот на самом деле на одной из этих форм, вот на форме Тангри, его и ее младшая сестра, и Тангри с ее младший брат, в том числе построено представление о том, что южно-дравидейские формы на Анг, как младшая сестра, встречаются и на севере, и больше имеют вес, как более продравидейские формы. Но как вот я здесь посмотрела, мне кажется, что возможно переразложить форму Тангри, она же там Тангри, вариативность Тангри, не как происходящую от продравидейского Анг, а как сочетание с показателями неотчуждаемой принадлежности, которые уже есть в Танг. То есть если посмотреть на таблицу показателями неотчуждаемой принадлежности в Куру, то они вот как раз обязательны и выглядят именно как Е, ну Е с каким-то носовым, НИ с каким-то носовым, и Танг, Танб, и вот это вот все. То есть получается, что можно анализировать Тангри неот, про формы Анг, обозначающие младшую сестру или младшего брата, потому что эта форма получается в Курух имеет значение и того, и другого младшего сибиря. А как Танг плюс Ди или Ри, где Танг будет показателем принадлежности, а Ди и Ри будет младшей сестрой. И вот про это писал Георгий Фергенч в работе, в тистации про дравидейскую реконструкцию, о том, что Де и Ре могут быть рефлексами более раннего Де, то есть как бы здесь их чередование получается такое понятное, ну и показатели тоже понятны. Вот, если тут какие-то комментарии, я буду рада. Вот, соответственно, я стала смотреть показатели на чуждаемое належность, и они вообще еще встречаются в дравидейских местках. То есть, во-первых, они есть в соседнем северо-дравидейском Малта, здесь в таком вот виде. Ну, то есть я выписала все формы, которые нам могла найти. Здесь есть Янг-До, Янг-Де, Янг-Ди. С матерью не так понятно, она имеет только часть противопоставлений. Соответственно, Янг-До, Нинг-До и Танг-До. Очень похожие показатели в старотаминском на основании того, что там описано. Соответственно, есть Ян-Зэй, Нун-Зэй, Тан-Зэй, Ин-Гай, Нун-Гай, Тан-Гай и так далее. Есть в цилонском диалекте только часть правды системы, вот только первое и второе лицо. А я, кой я, ваш отец. То есть, а я, мой отец наш, мой отец и принцип отец. И кой я, ку, ваш отец. То есть, она Ан-Нан старший брат, кой Ан-Нан твой старший брат. И в некоторых диалектах, в тайминском диалекте округа Коньякумали есть Апан и Копан. Дальше Аман и Коман. И в диалекте округа Арнольд Хапуром есть Нон-Пан с носовым и, ваше отец, Нон-Ма, ваша мать. На самом деле, эти округа, они как раз находятся близко к южной конечности Индии, близко к цилону. То есть, это какие-то промежуточные состояния, возможно. Соответственно, вот, мне кажется, что логично можно было бы реконструировать показатель, как вот в таком виде, как Е с каким-то носовым. Если ваш брат НИ с каким-то носовым, иногда он ПУ, то есть, я не знаю, какая правильно должна быть гласная. И для его, ее, их, какого-то родственника, ТАННН, ТАНННГ, такие вот, врачи. Вот, и тогда у нас получается, что можно восстановить, что такие показатели были на продрансельском уровне, тем более, что они встречаются в самых разных частях ареала. И тогда можно переосмыслить реконструкцию в Старлинге. То есть, например, вот ТАННГ, БРАДЕР, это как, получается, что вот это АМБ на самом деле может быть показателем как раз принадлежности, поскольку мы знаем, что носовые при, действует правил САНХИ при сочетании носовых с глухими губными смычными, и как раз Н переходит в М, то есть это вполне могло быть таким просто ТАНГ плюс какой-то корень, начинающийся с П, ну, губного, получалось ТАНГ, такой вот младший брат. Вот, но это как бы не то, что нам много говорят о том, какие были корни, на самом деле, означающие младшую брат, младшую сестру, но просто вот как такой вариант. Вот, соответственно, дальше самый северный язык Брахуи, в котором практически вообще ничего похожего на южно-дразвийскую систему нет, то есть никаких корней ни АНГ, ни АК, ничего такого, и даже нет разделения на младших и старших братьев, хотя есть вот такое отдельное слово, означающее младшего, самого младшего брата, само по себе и без назначения младшей сестры. И есть две системы параллельных, есть Илюм, брат и Ир, сестра, которые возводятся к продравидийскому Иль, Янг, младшим, молодой и авторам словаря, и в Старлинге тоже то же самое. И другая пара, представленная иранскими корнями Ада, брат и Ады, сестра, которые связаны, имеют беоргическую виду происхождение. Вот, то есть таким образом получается, что в системе сиблингов, возможно, получаются какие-то совершенно разные заимствования в древидийских сиблингах. В сиблингах бывает одна система с единичными какими-то заимствованиями, как, например, в Томильском Телугу и так далее, где есть какое-то количество... Первый, прежний, древний, урваджа, старшая сестра, или старший брат, отцу, главный, сансквизг. То есть какие-то такие красивые, разнообразные варианты, но в основном их одна и та же система с единичными заимствованиями. При этом возможно существование двух полных параллельных систем, как брат, когда есть пара древидийского происхождения, и пара белушевского, ну, как бы заимствование по себе. Возможно, какие-то сложные варианты, например, в Каламе упоминается термин АК-БАИ, где старшая сестра состоит из двух, как сложение АК, это корень древидийский, и БАИ, корень и арийское заимствование БАИ. И в том числе наложение систем, как в центральной древидийских, в основном Ганг-Ниванские, где... явно больше двух систем накладки субъектно-гнига. Вот, но какие-то выводы, мне это сделать сложно, но возможно... То есть один из вариантов, что действительно состояла, была южно-древидийская система, которая, представляется, была архаичное состояние, которую южный древид внесли до самой Шри-Ланки, и которая изначально была, но потом пропала. Возможно, просто формы слабо сохранились, и этот южно-древидийский квадрат, он никак с ними не связан, а это деление по старшинству и лучшинству не было важно, а были какие-то формы, похожие на то, что в Брахуе, как Илум, брат, или вот то, что в Телугу, чель младшества товарищ, или в центре андревидийских тур, брат, друг, то есть какие-то связанные с этими корнями, потому что они тоже встречаются в нескольких языках. Может быть, наиболее ранние формы были вообще наклассификаторные, то есть, например, вот корень... Ну, вот здесь анг, но в принципе, это означает какой-то другой корень, обозначающий младшего родственника, брата или сестру, или вот тоже аг, возводится как старший ухаживающий родственник, сестра или тетя, или даже дедушка, или что-то такое, то есть, возможно, какие-то были обобщенные формы, но пока что, ну вот, я не знаю, как можно это понять, если у кого-то какие-то есть, ну, что-то очень рады. То есть, таким образом, мы рассматривали термин расслабо, обозначающие братья сестра в дедских языках, в основных подгруппах, поанализировали развитие элитических форм с точки зрения их темологии возможных источников заимствования, в том числе рассмотрели форму куру, танго, младшие сестра, и показатели неочередаемой принадлежности, и, соответственно, ну, что можно сказать, но пока не сказать, по-моему, очевидно, что неочередаемая принадлежность была в парадерийском состоянии, а что касается, ну вот, самих форм, какими они были, то, наверное, тут нужно из-за дальнейших в этом. Ну, тут все. Ань, спасибо большое. Значит, у нас есть чуть-чуть времени на вопросы, ну, я тоже начну тут. У меня два замечания, ну, соображения. Значит, первое, вот, если можно, предыдущий слайд, не выводы, а который перед ним, вот про разные сценарии, показать, да, гипотеза про древидейского состояния, нет-нет, вот тот, который только что был. Да, значит, мне тут лично все-таки симпатичнее первый вариант, чем второй или третий, по той простой причине, что мы же видим некоторые реликты этого южно-древидейского квадрата в неюжно-древидейских языках. Мы видим их реликты, например, там в Гонде, допустим. Вот. Значит, если бы у этого состояния, у этого квадратного не было вообще никаких следов за пределами южно-древидейских, то это был бы один разговор, это можно было бы считать их инновацией. А то, что они все-таки где-то обнаруживаются, это скорее, конечно, говорит в пользу того, что это старая система, которая в неюжно-древидейских языках под влиянием, возможно, там всяких разных субстратов от более древних до более новых разрушалась. Например, очень похожая система в древидейских языках наблюдается с числительными. Мы имеем нормальную реконструкцию числового ряда от 1 до 10, которая в основном основана на южно-древидейских языках. Если ты дальше смотришь за пределами южно-древидейских, ты видишь, что там эта система все время заменяется на какие-нибудь древидейские заимствования, черт знает что, но при этом реликты ее все равно остаются. Например, в том же Гонде, который довольно часто имеет и заглосы в числительных высокого уровня с южно-древидейскими языками. То есть другое дело там вот Курухмалты и Брахуэ, что мы реконструируем на уровне, который включает северно-древидейские языки, это более сложный разговор. Но, по крайней мере, на уровне узко-древидейского, так сказать, без Курухмалты, я думаю, что тут южно-древидейское состояние вполне может считать архаичным. Вот. А второе это про, значит, вот это переразложение из Курухмалта тангри. Пока полностью убирай так, свернишь, меня это отморили. Значит, тут вот что. Действительно, вот там форму тангри в Курухмалта, ее, конечно, напрашивается разложить на танг плюс три или ди, по той простой причине, что мы хорошо знаем, что Курух, местоимение тан третьего лица, ну, или там рефлексив, допустим, сам, оно имеет косвенную основу танг. Вот. И это просто совершенно можно анализировать как прозрачная основа сложения такого рода. Но выносить это на какой-то более древний уровень, например, тампи общедревидейская, пытаться переразложить на танг плюс пи, это немножко, тут мы путаем уровни, потому что эта штука, насколько я помню, специфическая именно для Курухмалта. А там общедревидейское состояние, то, что у нас просто есть танг как прямая основа и танг с кратким а как косвенная основа. Значит, никакого носового там, ничего дополнительного там у нас нет, поэтому танг не восстанавливается. Но, правда, можно думать, что это танг ассимилируется просто в там, но а тогда что мы будем делать с формами типа там айя мать с неотчуждаемой принадлежностью тайя, она же не танайя, вот, она именно тайя. То есть это, я думаю, что все-таки маловероятно и вряд ли мы эту реконструкцию там превратим в просто корень п старый исход. вот и главное тут не смешивать явления разных уровней, потому что в курухмалта там могут быть уже какие-то дополнительные изменения, исходящие из того, как эта местоименная система трансформировалась в собственно курухмалта, потому что там, вот, например, это г, которое добавляется к основе, это чисто курухмалтовский элемент, я не помню откуда она, может быть, это там стяжение с окончанием дательного падежа или что-нибудь в этом роде старым, типа ку, да, в общем. Это не так сложно. Вот, но это, значит, местная локальная штука. Соответственно, вот, переразложение на уровне курухмалта нравится, а переразложение на уровне общедраггейского не очень. Можно ответить, да? Да, конечно. Ну, спасибо очень большое за комментарий. Вот, я действительно в этом смысле человек, пришедший из мальчиской типологии, то есть со стороны я действительно не понимаю, какие в рубле могут быть показывать более архаичные состояния, и может быть действительно вот этот юстон-драведийский комплекс, он является более архаичным, то есть я тогда буду смотреть подробнее о том, все. Спасибо большое за комментарий. Вот, а насчет насчет круг танг, мне тоже казалось, что действительно здесь круг, тут такая история, что надо понимать, где, что они очень регулярны, то есть действительно вот эти формы, я чуждаю, они уже показывали на экране, они настолько регулярны, что похожи на какое-то более новое, более новое, что-то вот специфичное для этого языка. Ну конечно, потому что вот там нинг-йо, мать, ну это просто, значит, в Пурух будет там именительный падеж нин, косвенные основы образуются от основы нинг, да, и соответственно мать у нас тоже нинг-йо, это похоже на инновативное образование непосредственно в Пурух, а не унаследованное от общедраведийского. Ну похоже, но с другой стороны это могло быть наложение на как бы систему нечуждаемых надежностей, которая была ранее просто, ну это переосмысление, это ее, так сказать, обновление, обновление системы под влиянием уже текущей морфологии в Пурух. Да. Как бы сам принцип остается тот же, а непосредственно то, как выглядит основа, обновляется, перестраивается по аналогии с тем, как местоименная система выглядит уже в современном языке. Да, то есть, ну то есть, да, я тоже так думаю, но вот здесь получается, что мы тоже видим похожую систему ВАЛ, в соседнем, то есть тоже есть там, и, ну, наверное, хорошо было бы посмотреть, если в соседних именовственных языках что-то. Ну аналогично оно, да, точно так же оно и в Томильском обновляется, да, потому что вот там формы с Нун, например, там Нун, Каи, младшая сестра и так далее, они, по-видимому, новативные должны быть, потому что вообще вот это У, появляющееся в основе второго лица, это какая-то, по-моему, чисто Томильская фигка, которой больше нигде нет и не очень понятно, откуда она вообще берется. Да, да, да. Вряд ли она архаичная. Я когда-то думал, что она может быть архаичной, но как-то я передумал с тех пор, потому что действительно нигде ее подтверждения в других языках нет. Ясно. Ну, если можно, я еще вот все-таки вот обращу внимание, мне кажется, вот насчет архаичности поколителя Танг, вот у нас есть Тамби в старо-тамильском, а есть Нунби, Унби, Емби, то есть здесь тоже, на самом деле, может быть, какое-то восстановление вот этого корня или П на какой-то более ранний уровень. Ну, тут просто слияние, слияние с местоименными основами. Вот. Эмби, ну как, это, соответственно, может быть просто из там ЭАНГ, ЭАНГ, старого, да, вот. может быть. Нет, почему ЭАМПИ, ЭАМПИ просто, ЭАМПИ, 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 какими-нибудь. Можно вопрос у меня? Маленький вопрос. Значит, вот, Ань, ты приводила форму из Брагуи, которая, как ты сказал, заимствована из Белупского, там что-то Адда, Адби, вот. Там церебральный или зубной, просто я хотел уточнить. Потому что Белупское вот написано с церебральным и если это так, то скорее всего в Белупском она откуда-то заимствована, потому что там с церебральных смычных исконных нет. Там в Белупске она откуда-то попала извне. Я приводила по словарю Дениса Брея, где указано, что зубная форма Адда, Адди в Брахуи вошла в Белупскому с церебральным Адди. Понятно. То есть это похоже на заимствование в самом Белупском, просто не могу так сходу сказать. Да, но вряд ли это заимствование в Белупске из Брахуи. Обычно все-таки Брахуи заимствует у Белуджи. Естественно, Брахуи не разбирается в том, откуда слово у Белуджи. Ну, понятно. Все равно исконно оно там или само заимствовано отбуду. Ну, да. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое за, как всегда, интересный доклад. И мы теперь переходим к сообщениям уже наших дорогих рубежных коллег. Значит, у нас Вацлав Плажек по программе дальше с индоевропейской астрономической терминологией в ближневосточном и северном и в российском контекстах. Привет, Вацлав. Тебе слово. Да-да. Но что сделать с моим докладом? Я хотел его перевести в экран, но не удалось. Есть у тебя текст моего доклада? Это вот то, что ты присылал? Да-да-да. Да? Сейчас, одну секунду, я его найду. так. Это будет найлюбше. Да, хорошо, сейчас. Так. Вот индоевропейская астрономическая терминология в нерезий контекст. Хорошо, сейчас одну секунду, я его сам тогда разширю. так. Демонстрация. Вот этот, да? Отлично, отлично. Сейчас я сделаю полный экран. секундочку. А, нет, так нехорошо, потому что это будет мелко. Тогда вот так я буду... Отлично, теперь прекрасно. И как я могу... Говори, какие страницы надо показывать. Первую. Хорошо. Ниже, немножко ниже. Да, да. Еще, еще. Это уже идет второе. Еще, еще немножко ниже. Солнце. Да, да, Солнце. В моем докладе я хочу проанализировать astronomическую терминологию индоевропейских языков на основе внутренней etymологии и то, что на основе внешнего сравнения в areальном и генетическом плане. Первый термин это солнце. Название солнца общее почти во всех группах индоевропейских языков это notorически знакомо. Я буду говорить только о случаях, которые обыкновенно не обливаются в источниках сравнительных или этимологических словарях. Пожалуйста, к армянскому. Гошка. Да. Не знаю, почему это армянское слово не обливается в обыкновенных словарях хотя несаменно принадлежить с Юдой. Это очень вероятно сложное слово. Второй компонент это слово пайл заря глагол пайлем зарю и так далее. Просто композитум было сокращено как слишком долго это обыкновенный процесс. Я думаю, что просто сюда принадлежит. Ниже, пожалуйста, в греческих диалектах там разные формы. Это конечно очень хорошо знакомо. Что касается албанско я соглашусь с Эриком Хемпом, что албанское слово диал, которое значит солнце, принадлежит сюда литинске. итальянске языках сло знакомо и с латинскому. В кельцкых языках там варианты с л и н. вопрос над древне ирлянским словом свил глаз по разным авторам это принадлежит сюда по метафоре хотя более часто семантическое развитие обратно. Знакомо дарже и с европейскому, например, армянскому, аре гакен это солнце плюс глаз. Если это действительно первоначально солнце, в том случае в канц дуал а кончене дуала, который типичен для глаза и не для солнца. Например, освал семерен объяснял это слово от индиверпейского глаголного корня секв сматрить. Ниже, пожалуйста. В кельцкых языках в мисте формы с финальным L и финальным Н в корне это же известно из германских языков, то, что даже в одном же языке, как готской формы из Л и Н и, конечно, не только из готского древне северского, то, что в балцкых языках там толку формы из Л, что касается славянских, там одно и это же основе формы Л и Н. Это конечно очень интересное. В tochарском толку древат ray of light. Я хочу немно более сказать о возможных kontinuantах в Anatolийской группе. Henry Stark думал о принадлежности Луисково слава Шахуэл Ламп Сюда, что это врдхи древация. Но современные этимологи объясняют это слово от подругому. Собственное хэцкое слово для солнца это заместовано из хацкого языка. В хацком эштан или аштан. Это был солнце или солнечный бог. первоначальное слово для солнца вероятно за суммируграмом уту с комплементом фонетическим комплементом ля. Ян Пухвелл дополнил это как Савелия, что бы была корреспондентия с протокреческим Хавеллиос. Хавеллиос. Я думаю, что более надежным эквивалентом хэцкэйтэоним Шувалиас. Тот бог очень часто написан в месте с богом Бури, Тешубом, его имя хурицкого происхождение. Но имя Шувалиас очень хорошо соответствует векскому Сурия, что касается деривацийного суфикса ия, как греческий Хэллиос. Это просто очень надежно искать здесь потерянное слово для Солнца. Штукасэца этимологии, пожалуйста, там две концепции. Объекновена, которая идет к Эмилу Бенвенисту. Это heterokлитическое аснава с Карниом Сех и в номинативе Формана Ул и в косвенных падежах Вен. Это возможно сказать, что это коммунис опинио. На аснаве этого анализа Ильич Свитич в материалах к Ностратическому славарию, который опубликован в 1967 году, год после его смирти, сравнивал эту европейскую реконструкцию с алтайскими формами, которые уточнены в этимологическом славаре алтайских языков из 2003. года. в тунгусском и корейских ветвиах там приемо название солнца, и в японском языке название неба, которые соответствуют корнеевой реконструкции европейского солнца всех по нашим знаниям фонетических корреспонденций между европейским и протеалтайским это абсолютно регулярно. Ну, существует то, что другая точка зрения, другая Ностратическая точка зрения, колик Ильича Святича, Арон Долгопольский, думал, что л принадлежит к корнюю. И в таком случайе слово для солнца может быть объяснено на основе глаголного корня свэл горыть, палить, который например в санскритском языке известен как глагол сварати, сварга, просто что касается семантики, это абсолютно в парятке. И Долгопольский нашел интересные внешние соответствия в афразийском, точно сказать, в берберском, где известно слово с значениями день или день свят, ну, то, что солнце, как в каблском языке, и в гуанжском языке из канарских островов. И это слово не изолировано только в берберском, надежные соответствия известны из семицких языков, значение белый из арабского и красота из эфиосемитских языков амгарского и других. А, это здесь нет, но нет проблемы. Что касается ниже, пожалуйста. Что касается других названия солнца, интересно, армянское слово арев, и в сложном слове арегакен, о котором я уже говорил, солнце, глаз. фонетическому фонетическому внутреннему реконструкции в возможно сравнивать с древне ирландским словом, которое ползовалось в значении длия луны. Проблема в семантике, что обыкновенно первоначальная семантика этого ирландского слова, это интервал, временный интервал. Реконструкция ревия конечно вполне совместна с армянским словом. Что касается лидийского слова ora месяц, там тоже возможна принадлежность сюда, но там тоже другие интерпретации. Что касается собственной этимологии армянского слова, я думаю, что прав Heiner который объяснил это на основе хэцкого глагола Харвана. Немножко ниже. Дада. В irанских языках инновация на основе теонима Митра. Это был первоначал бог бог договора. То, что Ahura Mazда, его имя было то, что ползовано функци название Солнца. И, таки, 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 тривиалные деривати от слова для света от карния, рауць, рауць. Это понятно. И существует то, что деривати от слова теплый, горячий. Все это конечно принадлежит к Солнцу. Ниже, пожалуйста. Ещё надо сказать, что конечно в анатолийских языках существовало собственное слово для Солнца, но оно возникло от слова для в значении день первоначально неба или света. Просто это семантическая инновация. Так, пожалуйста, ниже. Теперь месяц. Опять все эти формы очень хорошо известны. Пожалуйста, ниже. в армянском интересно, что первоначально я объясню из Сложно-слава, где первой компонент «ам» «гот». Это концепция Birgит Olsen по моему мнению правильная. И она показывает даже по моему мнению хорошей interpretации псево-слава. В греческих диалектах это слово хорошего известно, внутреннее реконструкция понятна. Существует большая надежда, что это слово «менько» 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 В албанском хорошо известно, в итальянских языках, не только в латинском, так же в других итальянских языках, в кальцких языках, даже в галейском языке, из календари, из коллини, это слово известно. В кальцких языках, в латинском языке, в кальцких языках, даже в русском, надо сделать куритору, потому что в кальзаре из Эльбинга написано «менник», Вероятно, это было менее, но нет другой проблемы. В славянских языках там первый слог без назализации. Одно объяснение, что назализация, ажидамая назализация, которая исчезла, как в слове для песок против санскритскому памсу. Но интересная тоже другая версия от Войчеха Смочинского, который думает, что первоначальная проформа «mensико», это рим-ворд, к «сульнико», солнце, изменила спа метатези и назализация, просто перешла во второй слог. В тохарской группе, то, что слово «харашов» известно, и опять дискусия над возможностной existenciей в «анатолийсковой группе». Уже Безрих Хрозник, который дешифровал хэцкий язык в тридцатих годах, а публиковал interpretацию одного хироглафии ческо-лювийского текста из «Каркамиша». И там он прочитал «менулас», потому что смотрел «детерминатив», который был похож на «луну», «месец». Он думал, что здесь слово, которое соответствует литовскому деминутиву «менулис». Еще Пьеро Мериджи читал «менулас», но позднее по реформе читания лувийских яроглифов, по Гинтру, Нойману, Морпруво, Дэвис и Джону Хокинзу. Читание третевого яроглифа изменилось на «з», просто «карень», «мезин» и «суфикс» «ала», в таком слове. И в том случае намного лучше это слово соответствует, аж это мое проформе «менсен», которое хорошо известно в «оско-умбрийских» языках. Но проблема в семантике. Я проанализировал этот надпис и конзультировал это с Крейгом Мельчертом, Норбертом Этингером и Иллиой Якубовичем. И все сказали мне, что это вероятно нет священник со специализацией по «Луне», а это кто то указал, вероятно, специализация по «кроассантах», просто «бейкер». Такое теперь заключение. Что касается внутренней etymологии европейского слова для «Луны», «Коммуниз» «опинио», что это корень «мирить» и «абыкновенно» «спекулирует над разными sufиксами». Это вполне возможно. Такой «суфикс» облебяется в иновации «луксна», для «Луны» в славянских и latинском языках, или «селасна», про то, где ческое «селене» в классе ческо-греческом. И просто «суфикс» «сн» формирует «номина акционис», и «сио» было бы в париатке. Немножко ниже, пожалуйста. Я соглашусь с interpretацией первоначалного корня «meх» как «мирядь». Думаю, что это было сложное слово, еще ниже, пожалуйста. И в европейских языках были минимально две слова для «гада». «сен», которое в многих группах изменило свое значение в «древней», «старей», и «вет», которое в некоторых группах тоже изменило свое значение в «старей», как на пример славянской «ветх», «старей», «древней». И просто «композитум» «мен» плюс «вет» и «мен» плюс «sen», «синонимичный» – это на английском «measure of year» «миря» «мирядь» «мирядь». Ниже, пожалуйста. И здесь многие инновации, которые собственный... Несколько ветвей. Еще ниже, пожалуйста. И еще хочу сказать что-нибудь о звезде. Слово для звезды известно опять в многих ветвях, неизвестно в славянском, но известно в анатолийском, в хэцком языке. И опять в этом слове большая дискусия. Существует мнение, что это номен агентис, от корня хэц, горять, палить. Ну, я думаю, что древние не знали, что звезды Гариачи. Я предпочитаю объяснение и заместование из Семицкого, который уже сделал Циммер в начале XX века. И акцептировали Ильич Свитич, Ильич Гамкрелидзе с Ивановым. Здесь семицкие формы, которые действительно в некоторых случаях означают утреннюю звезду. И такое развитие от утренней звезды, зоры, до звезды, и звездно даже в славянских языках. Например, в белорусском языке зорья и в украинском языке это просто звезда. Но в других славянских языках это утренне звезда. И в южнославянских языках там зорница, это звезда, это боже карня. И поэтому я думаю, что такое объяснение вполне в париатке. И на этой же основе я объясняю албанское славодлия звезды. Ниже, пожалуйста. Я думаю, что это дереват от карня «Heус» с ларингалном 2, в поздне индуевропейском «Аус». А циуда, название утренней звезды, «Аурора», например. И звездные L-derиваты в многих индуевропейских группах. И поэтому опять по семантике утренне звезда, обяснимо то, что албанское слово, которое толко следует, это же самоти чешскую дорогу, как более общая славодлия звезды. И здесь еще алтайские параллели из общего тюркского названия звезды с тунгусской параллелой, с которой я вполне соглашу. Это все. Полный текст будет доступен, да? Да, конечно. Хорошо, спасибо большое, Вацлав. Мы очень сильно пересидели, но если у кого-то есть одно-два кратких соображения по докладу, то можно задать вопрос, наверное. Или напишите мне, пожалуйста. Или напишите, Вацлав. Так, вроде никто не поднимает руку. Тогда... Хорошо, спасибо большое, Вацлав. Значит, полный текст просто будет... Я, кстати, могу его, в принципе, сгрузить в чат сейчас всем, чтобы все сразу могли скачать, но потом будет вывешен вместе с тезисами конференции. Спасибо. Да, спасибо большое. И тогда у нас последний доклад в сессии. Это Александр Лубоцкий. Про название мастей и лошадей в иранских языках. Саша, здрасте. Я не рад вас видеть. Здрасте, Гоша. И приветствовать на нашей конференции, наконец. Так что, пожалуйста, вам слово. Сейчас, одну секундочку. Я его найду. Так. Можно расширить экран. Да, сейчас сделаем. Да, сейчас. Вот. Да, все видно. Все видно. Сделать полный экран или так хорошо? Как вам удобнее. По-моему, так нормально. Ну, прекрасно. Я, если можно, только буду говорить по-английски. Просто как-то я все подготовил по-английски, но… Конечно, конечно. Если будут вопросы, все хорошо. Okay. Dear colleagues and friends, what I am trying to do today is to speak about a rather rare situation where we, as linguists, have to react to the geneticists. Normally, it is the other way around. The geneticists tell us what we already knew a very long time ago. But here we have actually a new reality, which has arisen because of genetic studies of the horses, of all horses, the extant domesticated breeds. And it turns out that all these horses go back to one type. And not only just one type, but the one which is found in Sintashtá. And Sintashtá is an archaeological culture in southern Transurals. And we knew it as the one with the first battle chariot in the world. But now it turns out that it also is homeland of the modern horse, which is quite spectacular, actually, but not unexpected because it only makes sense to make a light battle chariot if you have a horse which you can harness in front of it. And for Indo-Europeanists, it's quite interesting because, according to communist opinion, Sintashtá culture is the people who live there. They spoke something like proto-Indo-Iranian at around 2000 BC. Now, and this can be actually underlined by a rather elaborate Indo-Iranian terminology for harnessing and chariot, of which especially the chariot fighter is quite interesting because already in proto-Indo-Iranian, we have this compound standing on the chariot, which indicates a warrior, sometimes a king warrior. So it shows you that we, Indo-Iranian indeed, they had a battle chariot. And there is also elaborate terminology for various bridals and so on. Now, if we have a very successful result of domestication in 2000 BC, it must have preceded by a very long period of domestication. And the question is, where could that happen? When we look at the genetic studies of the last couple of years, they show that people in the Sintashtá culture, they must have come from recorded wear culture, somewhere from Europe. So now we think that they didn't go directly from the steppes to the Sintashtá, crossing the Urals. But first thing, making a detour in Europe and going through Fatyanova and Abashova cultures. And especially the interestingly possible connection with the Baltoslavic, the movement of the Baltoslavic peoples, which would indicate that maybe the beginning of their journey was actually together with Baltoslavs and maybe also with some other Satem languages. So what are the possibilities? For instance, for instance, if you just assume with Thomas Hollander that there was actually a common node of Indo-Iranian and Broto-Baltoslavic, something which he calls Indo-Slavic. And if there was something like this, we can probably date it something by the end of the beginning of the third millennium B.C. And one of my PhD students is working on his dissertation on this Indo-Slavic hypothesis, especially in the field of vocabulary, common vocabulary. So the question is, can we find something in Indo-Slavic which would indicate a common vocabulary for horses or for domestication? And especially one word which already was mentioned by Tuskronan is his supplementary information to this genetic paper. One word is extremely interesting. This is the word which is in Sanskrit surah, which is alcoholic drink, small beer made of rice of other grain. And in Iranian, it is the word for kumis all over the place in all Iranian languages. And if you look at Indo-Iranian, it's quite clear that we probably, yeah, we have to assume that the kumis must be original meaning and the small beer of Sanskrit kind of a substitution of the kumis. And when they entered into the mountains, then of course, they didn't have that many horses. And in the Baltic, we have word for either curdled milk in old Prussian or birch asap in Lithuanian. So I would say that the chances are quite serious that this was a Indo-Slavic word for kumis. And maybe it is better etymologically analysed as from su plus e from the word for to eat and drink in Iranian, especially, which would actually indicate that Indo-Slavic had already a word for kumis and that they could milk horses, which is quite... An interesting suggestion, which is somehow find correlation in the paleoproteomics rather new way of studying in the dental calculus of people. An interesting example, they have discovered milk peptides from horses. And at this moment, there are only two individuals found here in this Kriviansky number nine. But it is also in the beginning of the third millennium, so it could indicate that they could milk horses and these horses were already that docile that it can be milked. So what has to do with the horse colours now, one of the few characteristics that distinguishes all domestic animals from their wild progenitors is the coat colour variation. So if you look at the Kriviansky number nine. So if you look at the Krivarsky horses in Mongolia, you see they have all the same colour and modern horses are all of different colours. And the geneticists say to us that especially the chestnut coat colouration must have evolved under positive selection from early domestication stages. So from the question from the geneticists and archaeologists is actually if we interpret these ideas in linguistic terms. So the prediction would be that there are no common equine coat colours in protoendropine, maybe a few coat colours in Indo-Slavic and then more elaborate coat colour vocabulary in Indo-Iranian. And this indeed turns out to be correct. And this is what I'm going to do now. So the challenges are severe because the colour terms are not really evident and it is not really easy to know exactly what they mean, especially in old languages. It is often argued that the old Indo-European languages are more concerned with brightness or bright dark than hue, which exactly it is. We'll see it later. We don't expect so-called pure chromonyms like dun or chestnut, which are only especially used for horses. And the old texts are difficult because it requires a lot of philology and we'll see a couple of examples just in a moment. So these are the caveats. So what did I do for this presentation? I looked at early Vedic and Avest in the Old Persian for Iranian and also in personal names, especially also in the Neben Überlieferung. And I have not looked at Middle Iranian, for instance, something which may be done in the future. And what I used as a criteria is that I accept the term to be Indo-Iranian only if you have it both in Sanskrit and Iranian or if it is found only in Sanskrit and Iranian plus elsewhere, which, of course, then gives you a chance that it was also just lost in one of these branches. In this table of Houskronin, which I already mentioned, he gives nine Indo-Iranian code chromonyms. There, of these nine, I think that five do not qualify because of my criteria and he missed a couple. So let's now look at what we have. So we start with Hari in Sanskrit and Zairi in Avestan. And we have in Sanskrit very normal indication of color of horse. And we have also in Iranian names Zaryasp of Zarasp in Armenian borrowing. And so it is perfectly OK to reconstruct as a horse color for Indo-Iranian. But which, when Hari refers to a horse, Gjeldne translated with Falbe. And Jameson and Brereton translated with Fellow Bay, which actually doesn't exist in English. It is their own coinage. And if you Google it, Google refers you to the translation actually only. So what does it really mean? In English you have a distinction between two types. One is a bay and a sorrel or chestnut. And the bay is here above. It must have black mane and black tail. And also usually black lower legs. And sorrel or chestnut has no black at all. So you have this distinction. And the question is, can we decide which is this Hari in Sanskrit? In Iranian, of course, you don't know because you only have this name. And there's one important passage in the Leguida where we call a horse Hari and with a golden mane. So, which means that it is not a bay horse because a bay horse has always black mane. So, at least in Jameson's translation, it just contradicts you in Germany. So you cannot have a bay with a golden mane. So, Hari is a chestnut. So it's quite important that this chestnut coloration was already known in the Iranian. In other words, it's harusha. Middle orange also in Sanskrit is arusha. But it is reddish and it is the color of the horse of the fire. And used also next to Hari. So it is also the ruddy red-brown color. But in Iranian, it is a word for white, quite surprisingly. And this shows you that the brightness was important. Not so much red or white, but whether it was bright or dark. And we have exactly the opposite situation with Sanskrit shukrav, which is bright and white. Especially shukrav with the L variant, which is white. And in Iranian, it is tsukrav, which is red. So exactly the mirrored image of this situation here. And if you look at the etymology, the further etymology, it is usually connected to the word elo, which is in Germanic languages. But not of horses, it is only for sheep and sometimes for cows, but not for horses. And so we have usually it is analyzed as aru plus asha, suffix asha next to aruna. And if this is correct, then we have maybe in Indo-European color, but only used for horses in Indo-Iranian. Next one is parusha, which in Sanskrit never used for horses. It is especially for cows. And it indicated something like a dirty color, some vague color, grayish, yellowish. And also in Iranian, it is used of gray hair. But the name of Zaratusha's father is Purushaspa, which is usually interpreted with gray and old horses. And Zaratusha himself is etymologized as with old camels, so it's quite possible. But this is the only case, which will be that Purusha and Parusha... We потеряли связь. Потеряли связь, да. Все в порядке сейчас. Вроде мы видим вас. Да, все в порядке. Сейчас я опять сделаю... Так, куда он делся? Потерялись. Вот он. Есть? Да, да, все хорошо. Все хорошо. Вот, вот, вот. So, we have this Poluo in Balto-Slavik on a large scale. In Germanic, very rare, but it's also used once or twice for horses. Probably something of your pony, so you see here one of those. So, we don't really know, but this is actually the only form. If we just assume that the sa is a suffix, which is quite likely, then we have a form which has the possible connection to... at least two horses. Color adjective for horses for Indo-European age. So, this is possible. So, we have this Palvas. We have Paru in Indo-Iranian for Peloprus plus. So, important is that we also have some traces in Iranian forms without the So suffix. We have this in Khwarezmian Paru and the word for mouse, which is also grave. And then we have Greek and so on. So, the root is quite well spread in Indo-European. So, there are some chances that if you have this U adjective, it could indicate a horse color in Indo-European. We move quickly further. In other, we have Indo-Iranian word Brodna, only in Sanskrit, which is a name of a sun horse. And in Slavic, we have Brodno, which is a white horse. So, again, red and white together. So, the question here is, we have an etymological problem. Because if we reconstruct Brodno, it's quite possible. Then we have no further cognate. Another solution would be that Slavic was a loan word from Iranian. Although we don't have the Iranian cognate. And then we can connect it with this blend and word for blend, blind. And this is the Indo-European word, which would be an option. But then we only have this form in Indo-Iranian and not in Slavic. So, these are the options. Then we have a word for white, not really very spectacular, but still. So, we move on because of time. And this one is quite interesting. Because in the word for Shiava in Sanskrit, usually translated as something like dark brown, brown. And we have also the names of Shiavarshan in Western and black horses. And so, clearly this Shiavi is the horse of the night. So, the question is, what kind of horse is it? And if we again look at the passages where we can decide what it is. There's one very interesting passage where we find like a dusky horse with pearls. And what is a dusky horse with pearls? And this is the night. So, it is clearly a night with stars on it. And this is the depple grey. Yeah, the Sireyev yablokach, as it's called in Russian. And so, this dark grey horse. And it is also an exact parallel in Baltoslavic, where we also have grey colour. Shiavi and Shibos in Lithuanian. This adjective is also known from Germanic, but which is not used for horses. Well, there are some problems with the full-grade versus zero-grade in this form. Let me skip this. And the last one is a word for silvery, a white horse, the horse of the wind. And interesting thing here is that it also means quick. And in Greek, we have this word probably too, if we assume that argos is from argros. And what we see here is that it is in Greek, it also means quick, with quick feet, argi, pus. And what is here interesting is that the meaning white and silvery, both in Indo-Iranian and in Greek, means also quick. So there was a semantic change, which must be reasonably old. So let's now put all this into a scheme. What we see here, blue is adjectives which are used for horses. And the orange, which is used only for horses. And what you see here, we have altogether seven adjectives, which we can reconstruct for Indo-Iranian chromonyms for horses. And only one has chances to be older. So it is the year. The first one is Parusha, which is also found without the suffix in Germanic with this meaning. And my guess would be that this is just the color of the horses. So it is also the color of the wild horses. So something which we saw on this slide with the Pszewarski horses. And we have one form with this is a Shiava and the Shivas for Indo-Slavic possible. And with a huge question mark, it is a Bradkhna in Indo-Iranian and Bron in Slavic. And the other are forms only found in Indo-Iranian. And what it shows is that especially this chestnut and this brown colors are only found in Indo-Iranian and not before that. So these are the conclusions. The Pellu possibly referred to the coat color of wild horses. And the best candidates for Indo-Slavic are words for gray and devil gray. And brown is only Indo-Iranian. So I thank you for your attention. Thank you very much. Any questions? We have a few minutes for questions. And the questions I suppose can be asked in either English or Russian. Yeah, absolutely. So, any questions? No questions? Okay. Well, then my only observation here is that apparently the Indo-Slavic branch also agrees with our own classification that we had in a joint paper on Indo-European classification based on reconstruction of specific items for the Swattish word list. But, of course, we didn't have any color terms for horses, clearly not on the Swattish word is there. But this is, I think that most of the conclusions in your talk sort of very, very well agree with that particular scheme. Do they not? Absolutely. Absolutely. And what will be shown also in the dissertation by Axel Palmier is that there is also a very interesting layer of milk vocabulary in both Baltoslavic and Indo-Iranian, which would show that there are semantic innovations. They started to drink milk, probably they were able to drink milk, so the lactose intolerance was somehow or one and a whole series of words were common. So it's quite, maybe it was a rather short period of common innovations, but still quite significant. But are these words of Indo-European origin or are they common innovations from unknown sources? No, 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 they are presumably, they were, they are, we have this word like, Dadhi in Sanskrit, which is some kind of curdled milk, and Dadon in Prussian, which means sour milk. So, and it is clearly a derivation of the word for, of the root for, to milk, to suck. So, so it is, it is semantic innovations, the words for, which were there or were formed within this group, but, but especially the semantic innovations are interesting. Thank you. Thank you. Okay, so, any more questions? No? If there are no questions, then thank you very much, Sasha, for wonderful... Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Well, we were, of course, with time on a little, but I hope that it is not very principally. And then I think we can now stop and leave a break to three hours, as follows on the program. In three hours we will be able to join Guillaume Jacques, and we will continue with our international section. I will now stop the recording and check the recording. Great, great. …